Виктор Добромыслов никогда раньше не бывал в кабинете онколога. Проверить здоровье своей кожи пришел по совету дочери и, кажется, сделал правильно. Здесь, безусловно, важно это периодически в плане того, что родинки, подозрительная родинка. Поэтому так я и не подозревал об этом. Папиломы, невусы, пигментное образование и другие кожные заболевания в зоне особого внимания. День открытых дверей в Центре амбулаторно-онкологической помощи. На страже здоровья кожи врач-онколог и самое современное оборудование. Это интеллектуальная система, то, что на сегодняшний день внедряется во многих отраслях, в том числе в медицине, которая позволяет нам осмотреть пациента. Затем, благодаря искусственному интеллекту, происходит сопоставление полученного результата с уже имеющимися данными. И в течение нескольких секунд мы получаем заключение. Онконастороженность, информированность и ранняя диагностика – три важнейших фактора успеха в борьбе с онкологическими заболеваниями. В случае, если система искусственного интеллекта говорит нам о том, что очень высокий риск злокачественности процесса, сразу же в процедурном кабинете мы забираем материал для цитологического исследования. Отправляем в нашу лабораторию в течение нескольких дней, с учетом того, что сегодня выходной. Но где-то в понедельник, вторник мы уже получим ответы. Во второй половине мая отмечают День борьбы с меланомой. Ежегодно в мире диагностируется свыше 232 тысяч новых случаев заболевания. Четверть заболевших спасти не удается из-за позднего выявления. Главная цель Дня кожи – привлечь внимание пациентов и общественности к профилактике и своевременной диагностике онкологических заболеваний.